Всем привет! В этом видео хочу рассказать про один небольшой, но очень полезный аксуар. Это ночник от Xiaomi. Стоит он недорого. Например, на Алиэкспрессе цена начинается от 11 долларов. Есть еще версия подороже, 15 долларов стоит. Отличие заключается в том, что в этой версии используются батарейки, в версии подороже у нас стоит уже аккумулятор. Также отличается по яркости. Здесь максимальная яркость 3,8 люмин, там 6 люмин. Давайте посмотрим на комплект поставки. В комплекте идет инструкция и такое вот крепление. Для чего оно нужно? Ну, чтобы крепить ночник, допустим, на какой-нибудь крючок в том же шкафу. Вот так выглядит сам ночник. Как можете видеть, он довольно-таки маленький. Что мне понравилось? На корпусе нет никаких кнопок, то есть он полностью автономный. Его даже не надо подключать к какому-нибудь приложению. Достаточно просто повернуть заднюю крышку, вставить батарейки. Они шли, кстати, в комплекте. По желанию, естественно, можно поменять на аккумуляторы. По времени работы. Как указывается, на минимальной яркости 0,7 люмин он проработает целый год. На максимальной яркости 3,8 люмин он проработает полгода. Понятное дело, это усредненные показатели и очень много будет зависеть от того, как часто вы будете его включать. Если говорить про версию с аккумулятором, то там емкость 750 мАч и время работы около 120 дней. Здесь под пленкой идет клейкое основание, то есть мы можем его закрепить, допустим, на стену. По датчикам, какие здесь есть. Есть инфракрасный датчик, который реагирует на движение. Работает он на расстоянии 5-7 метров и радиус действия 120 градусов. Также здесь есть датчик освещенности. Вполне логично. Зачем нам его включать, когда на улице светло? Вот так он светит. Собственно, можете оценить, как меняется яркость. Минимальная 0,7 люмин, максимальная 3,8. То есть он горит по периметру. Цветовая температура здесь 2700 кельвинов. То есть он горит таким теплым желтым цветом. Если в поле зрения его датчиков попадает какое-нибудь движение в темное время суток, то он, соответственно, включается. И включается он на 15 секунд. Если движение будет продолжаться, то он будет дальше гореть. А теперь давайте перейдем к самому интересному. Для чего он, собственно, нужен? Я расскажу несколько сценариев использования. В моем случае, как я его использую? Я его ставлю на изголовье кровати. Довольно-таки часто жена первая ложится спать. Я прихожу позже. И чтобы ее не будить, не включать свет, как только я захожу в комнату, он, соответственно, включается. Так как здесь яркость небольшая, 3,8 люмин, то от его света она не просыпается. Но при этом я вижу окружающую обстановку. Второй вариант его использования. Если в вашем шкафу нет освещения, то вы можете, собственно, его повесить на крючок, либо прикрепить к стенке. Как только мы открываем дверцу, он, соответственно, загорается. Третий вариант. Если вы, допустим, живете в отдельном доме, у вас есть лестница, и там также нет освещения, то вы можете закрепить рядом с лестницей его. Когда будете проходить, он, соответственно, включится и подсветит все ступеньки. Ну и еще один вариант. Если есть маленький ребенок, как вы знаете, часто ночью он просыпается, можем рядом с кроватью прицепить данный ночник. И как только мы будем подходить к нему, ночник будет включаться и, соответственно, освещать комнату. Ну и еще один вариант. Если у вас есть чердак, а там нет освещения, то можете также пользоваться данным ночником. Плюс его, повторюсь, то, что он полностью автономный. Он прекрасно реагирует на движение, безошибочно. Если нужен ночник поярче, то можно купить версию подороже с аккумулятором, но его нужно будет чаще заряжать, чем этот. Стоит он, повторюсь, недорого. Если учитывать различные кэшбэки, то обойдется он вам 600-650 рублей. Опять же, вещь, на мой взгляд, нужна, особенно в тех сценариях, которых я перечислил. Ну, пожалуй, все. Всем пока.